Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Вот только присела, делала домашние свои дела, как вы все. И вот, в первую очередь хочу вам сказать, выразить вам огромную благодарность за такое доверие. За то, что вы мне доверяете, за то, что вы мне пишете в инстаграме про свою жизнь. И за то, что вы настолько мне доверяете, что даже у вас просьба есть, чтобы я поделилась с моими друзьями, это с вами. Если что-то не так рассказала, я прошу извинения. Я прослушала несколько раз, и вот хочу рассказать одну историю одной женщины. Она меня очень попросила, чтобы был урок для кого-то. Вот. Одна женщина после учебы, такая неразбалованная, ничего спокойная такая женщина, которая в жизни не имела никаких отношений, знакомится с одним парнем, с одним парнем. И этот парень ей показался, о, такой, знаете, а он такой был. Ну, в своей жизни уже нагулялся, и все, он ее намного старше, намного, может быть, на лет 10. Старше нее, и она выходит за него замуж. Он предложение ей сделал, так как он сказал, что он нашел порядочную женщину и хочет с ней создать союз. Ну, вот они женятся, они живут у его матери. Она спокойная, на работу устроилась, все, и в этот момент беременеет. Он как-то вот, она вот чувствовала, что он к ней какой-то вот странный, странный. Но она думала, что все семьи такие. Она не обращала внимания на это. Ну, до нее слухов доходило, у нас же много людей хороших и добрых, которые всегда готовы помочь своим советам. Мол, он гуляет. Мол, он гуляет, мол, он гуляет, и она рожает ему дочку. Родила она дочку, они пошли, им государство дало квартира, они взяли эту квартиру. Она там уют создавала и все. Но так как она подумала, что сейчас она ему все-таки дочку родила, все, сейчас жизнь по-другому. А жизнь по-другому не становится. Наоборот, еще хуже становится. И вдруг она решает его просто припугнуть. Понимаете? И она так, между словом, говорит, давай разведемся. И он так хорошо отреагировал на это и сказал, давай. Она его хотела просто напугать. И она поняла. И от того, что вот она такая гордая и все, она сказала, ну, как давай. Он такой, да, да, я тоже об этом думаю. И они разводятся. Они разводятся. Ой, она долго в себя не приходила. Как это вот всю жизнь она держала себя в руках и все, ни с кем не встречалась. Как там некоторые ее там знакомые. И вот так у нее получилось. Она себе этого просто простить не могла. У нее сомнения были. Может быть, не надо было ему в этот момент это говорить. Мало ли что. Короче, себя виноватой тоже чувствовала. Все. А он, ребята, развелся и как будто и не был женатый. Ни за ребенком не проходил, ни к ней, ни помощь никакую. Но она сказала, я соберу свои вещи, хоть квартиру дали двоим. Я соберу свои вещи и уйду. Он сказал, я тебе еще помогу. Он собрал ее вещи и отвез ее к матери. Вот она жила с матерью, с девочкой со своей. И стала она работать и все. Не, уже как-то чуть-чуть более-менее стало уже проходить в себя. Работает и все. И не на плохой должности работает. Помимо этого, она еще подработки делает. Ездит по городам, то-то привезет, это привезет. Там продаст, здесь продаст, здесь купит, там продаст. Короче, занимается своими делами. И тут проходит 3-4 года. Саня стал там ухаживать, мужчина с их же города. Ей он вообще не нравился. Но он настолько красиво ухаживал, настолько все такое ой-ой-ай, что она подумала, ну не женатый, никогда не был женатый. А может быть на самом деле, может быть это моя судьба, может на самом деле мне вот Бог послал его. И она стала принимать его ухаживание. И она ему говорит, у меня есть дочка. Он такой, да, я знаю. Я буду к ней относиться как к своей дочке. У нас будет все взаимно. У нас будет все хорошо. Я хочу жениться. Я никогда не был женатый. Ты мне очень нравишься. И она выходит за него замуж. Она выходит за него замуж. И в этот момент наступает кризис. И он остается без работы. Он остается без работы, а он с высшим образованием инженер. Он остается без работы. В депрессию упал. Она его поддерживает. Не переживай, все будет хорошо. Самое главное, мы вместе, наша семья. И она ему говорит, и там фабрика у них. Не буду говорить, как называется фабрика, потому что сразу поймут, какой город, и все. Там большая, хорошая фабрика. И она его до фабрики устраивает просто, устраивает его просто вот на работу сторожем, чтобы он чуть-чуть себя прошел. Чтобы он не думал, что он такой. И она стала заныкивать деньги, вообще деньги не проносить. Она даже на это внимание не обращала, лишь бы он из депрессии ушел. С этого сторожа она там познакомилась, через знакомство, через знакомство устраивает его обычным рабочим на заводе. И он начинает, вот я инженер, здесь я должен быть обычным рабочим, то сторожем, для чего я учился. И она его уговаривает, ты зайди туда, я тебе слово даю, что он, они мне слово дали, что как вакансия будет, то есть сразу они тебя поставят инженером. Они знают, что у тебя высшее образование, они знают, что ты хороший сотрудник, все, просто сейчас нету места. И он устраивается там рабочим. Ту же зарплату домой копейку не дает. И она, конечно, начинает уже ему говорить, слушай, почему ты так себя ведешь, почему ты домой деньги не проносишь. Ни за свет он не платил, ни за газ он не платил, ни за что он не платил. Она мне говорит, если я скажу на самом деле, на самом деле, да, как все это было, люди подумают, люди подумают, что я обманываю. У него была квартира, но в этой квартире были столько долгов за коммунальный, за свет, за газ, что даже квартира не стоила этих денег, сколько было долгов. Потихоньку, говорит, я выплачивала эти долги. А он, говорит, копейку не дает, копейку не дает. И в этот момент я беременею. И я ему говорю, вот я забеременела сейчас, он такой довольный, такой счастливый, все. Вот, и я подумала, ну, жизнь по-другому пойдет, сейчас я ему еще ребеночка рожу, вообще будет, вообще будет хорошая семья. В этот момент вакансия появляется, и он становится инженером. А это хороший завод. Она рожает мальчика. И вон там-то все и началось. Он стал к девочке, старшей дочке, стал относиться по-другому. И она ему говорит, для меня эти двоих детей, мои дети, а для тебя я вижу, что они твои. Он такой, ты зачем так говоришь? просто твоя девочка не так, твоя девочка не сяк. А отец этой девочки вообще не появляется. Ни экономично, ни морально, ни физически, вообще. вот она тянула, это второе тоже семью, тянет семью. И один день села, она мне говорит, села и подумала, если я за коммунальный плачу, за свет плачу, еще ему кушать даю, еще его апстирываю, еще его выслушиваю, детей сама на ноги поднимает. Тогда для чего он мне нужен? Он уже копейку даже не дает. И берет, ему ультиматум ставит. Если ты не меняешься, это будет все. Первый, говорит, месяц, да, принесла зарплату, второй месяц, третий месяц, а обратно то же самое. Я, говорит, тогда поняла, что этого человека, он просто столько лет жил один, я не смогу его просто по-другому сделать. Он вот такой. Он вот такой. Я, говорит, стала собирать свои вещи, он тоже сперва. Я изменюсь, не делая этого. Все у нас наладится. Я, говорит, поняла, что ничего не наладится, что мне нужно самой. Я, говорит, собрала все свои вещи, ничего, говорит, не сказала, ничего, только одежду, собрала и ушла. Меня дома мать грызла, говорит, с первым вышла замуж, там, а квартиру все обустроила, там, а мебель все оставила и ушла. Теперь второй раз вышла замуж, еще ребенка родила, ему тоже все оставила и ушла. Хоть на вторую алименты подай. Я на матери своей сказала, мама, или ты со мной, или ты против меня. Я не хочу от него ни алиментов, ничего. Если ему нужно будет что-то, сам даст. А так не хочу. Детей, говорит, я забрала с собой, работала днем и ночью, сделала сама себе квартиру. Купила, говорит, квартиру себе. Сперва, говорит, купила каркас, потихоньку, потихоньку, все обставила, никакой помощи, я ни от родителей не видела, ничего. Имеется в виду материально. Да, говорит, мать мне помогала за ребенком смотреть, пока я работала. Но это тоже, говорит, было не бесплатно. Потому что я там тоже, говорит, обеспечивала их, поэтому, говорит, время идет, девочка растет. Очень сложный период у девочки был. Она говорит, сколько нервов мне она сделала, сколько нервов она мне сделала. Это был кошмар. Пару раз, говорит, я отцу ее позвонила, ну, вот так с ребенком не справляюсь, с девочкой не справляюсь. помоги. А он уже женился, говорит, а у него детей нету, говорит, есть, говорит, от жены, говорит, ребенок. Там сюсюкается с этим мальчиком, говорит, все, свой ребенок вообще, говорит, не нужен. Один-два раза, говорит, пришел, там какая-то машина, говорит, старая у него была и говорит своей дочке, вот, если со мной что-то случится, вот эту машину тебе оставлю. Я, говорит, так обрала, что он начал приходить. Ну, хоть один-два раза пошел, говорит, ну, пошел. Я вижу, говорит, что для моей дочки, говорит, это так важно, она еще с такой гордостью, вот, если что, мне папа машину сказал оставить, когда я вырасту. Мне, говорит, так обидно стало. Я, говорит, их на ноги уже поставила, уже дети взрослые, говорит, на ноги я их поставила. А сейчас он вот это сказал, говорит, она там летает. Конечно, я ей ничего не сказала в грунтуши, говорит, в глубине. Мне стало очень обидно. Моя дочка, говорит, мне показала многое, что, говорит, я, говорит, увидела, говорит, от нее, говорит, и также хорошее, также и плохое, говорит. Ну, в конце концов, это, говорит, период перешел, говорит, она вышла замуж. У нее есть ребенок, несколько детей у нее, дочери. Все сейчас, говорит, замечательно. Вышла, говорит, хорошо замуж, хорошо живет, все. Я, говорит, дала высшее образование своей дочке. Это тоже, говорит, моя заслуга, потому что я работала, вкладывалась в детях и мальчику, говорит, дала образование. Мальчик говорит, более ко мне, говорит, так. Мальчик, говорит, не женатый, более ко мне понимает, говорит. А отец, говорит, вообще, никогда не помогал, ничего. И, говорит, когда уже он постарел, отец начал звонить мальчику. Мальчик сказал, я не хочу. Я, говорит, его уговорила, сказал, это со мной твой отец, все, так нельзя, пойди увидеть. Он пошел, там квартира, говорит, уже захламленная была, он давно, говорит, уже не работает, потому что это все, говорит, умерло, эти заводы, все умерло. Он, говорит, там еле-еле, говорит, выкарабкивался. И у него дача тоже была у отца. Еле-еле выкарабкался, но он там ходил, там один-два раза к нему, говорит, и все, говорит. Вот, отец, говорит, его вот недавно, говорит, скончался, говорит. И то, говорит, я ему благодарна, что он мне дал такого сына, говорит. Он мог, говорит, конечно, и продать квартиру, и дачу продать, но он ни квартиру не продал, ни дачу, хоть это, говорит, оставил моему сыну. И то, говорит, хоть что-то. И она, говорит, он так, говорит, несчастно жил, говорит, последнее время, вообще очень плохо. Он там за матерью своей смотрел, оказывается. Он говорит, я даже этому благодарна, что он не продал, говорит, ни дачу, ничего И вот у него единственный сын ему А старший муж, говорит, старшие девочки, отец до сих пор, говорит До сих пор, говорит, нет, нет, звонит там И дочка прям моя, говорит, бежит, говорит, ой, там папа, говорит, туда-сюда Я вот так сижу, говорит, иногда и думаю Все-таки никакое участие, говорит, не принял А хорошего ребенка, говорит, себе, говорит, уже Вот, это моя дочка везде ходит А копейку, говорит, от него не видела Никакой помощи, даже, говорит, морально, говорит, не видела Суть, говорит, в том, что, говорит, вот когда, говорит, тебе вот Суть в том, что, говорит, вот ты выходишь замуж, говорит, когда у тебя есть уже свой ребенок Это настолько сложно, говорит, найти человека, который тебя, говорит, поддержит И если ты еще ему ребенка родишь И чтобы не обделял Между своим И вот Который со мной ребенок был Это очень тяжело Иногда думаю Вот зачем я второй раз выходила замуж А потом ответ конечно на сына смотрю Ответ есть Ради моего сына Ну а какие я трудности увидела Это только я знаю Сейчас я уже взрослая Сейчас я благополучно живу И все у меня хорошо Ни во что я не нуждаюсь Даже и детям помогаю Хотя и моя помощь не нужна Но все равно А кому мне делать если не Но суть в том что Так и счастье я и не увидела А ведь я хороший человек была И как женщина Не такая сегодня с одним Завтра с другим Наоборот преданная И вот знаете иногда вот так Слушаешь ваши рассказы Да ребята Да И как ты свою жизнь ценить начинаешь Когда по другому К ней относиться начинаешь Думаешь Надо же А вот я живу Вот кто не знает Новые подписчики мои Да Новые зрители А я живу И у нас детей нет Ни у меня Ни у моего мужа Может быть если бы у нас Дети было бы Было бы по другому Не могу сказать Не знаю Но я всю жизнь Сколько себя помню Вот как родились И мои племянники Я у них душу не чаяла Мой муж С сыном С мальчиком Да вот чуть-чуть было Ну вот Не знаю Может быть ревность Я не знаю что это Но все время Он какие-то там находил Там за мальчика что-то сказать Но за девочку никогда И вот сколько бы Мои племянники Вот моим Адам Тоже со мной жил Девочка конечно больше Ну Потому что я тогда работала В отпуску там Или еще что-то Приходила Адам Ко мне почти Один день да Один день нет Но с девочкой по-другому Потому что меньше стала работать И все И моей сестре нужна была Помощь И я ей решила помочь И ребенка взяла себе Все Хотя мой муж сперва был против Говорил Пускай она сама А потом уже Когда видать К ней привык К ребенку Все Притерся уже К девочке Да Вот я никогда не видела Чтобы он ее обделял Чем-то Даже если я У меня дома нету Ну там В огороде Или там Здесь я где-то Если девочка скажет Что кушать хочешь Сразу встает И подогреет И даст И все Как к своему ребенку Относится Я вот слушаю ваши рассказы Я как-то своего мужа Больше ценить стала Что ли Так что Вам спасибо огромное За ваши рассказы За то что вы мне Делитесь со мной И я с большим удовольствием Вас слушаю И потом конечно Рассказываю Потому что вы хотите Чтобы я рассказала И вот что Что в итоге Чем порядочнее Женщина Чем сложнее Ее жизнь Вот что я Заметила Вот представляете Уйти семьи И взять даже Не ложки Вот это Это должен быть Человек с большим С большим стержем Который Знает Что он сам добьется Всего Молодец Молодец Это не каждая Может сделать такое И чтобы еще На алименты Не подала Ничего Это очень многое Что значит Так ребята Поделилась я с вами Этой историей Хочу услышать О чем вы думаете Вам понравилась история Или нет Тоже мне хочется И кому хочется Рассказать историю И еще У меня есть инстаграм На сообщество Там есть ссылка Пожалуйста заходите Пишите в инстаграме Я всегда отвечу И всегда довольна И всегда рада вам Целую вас И не прощаюсь Пока Мои золотые